Приветствую вас дорогие друзья, меня зовут Романов Даниил и сегодня я вам покажу тренировку рук без железа Вместо свободного веса сегодня я буду тренироваться на турниках и брусьях Чтобы с помощью турников и брусьев тренировать свои руки нужно учитывать некоторые аспекты, а именно амплитуду движения и технику Данное понимание поможет вам не вовлекать в работу при тренировке рук другие мышечные руки, а именно бельты, грудные мышцы и мышцы спины Чтобы в конкретных каких-то движениях у нас работали руки нужно учитывать именно вот эти аспекты, это техника и амплитуды движения Итак, начнем с прицепса, я вам покажу некоторые упражнения которые, я уверен, вам помогут расширить свои добавить в свой арсенал, в тренировочный арсенал некоторые движения и эти движения будут вам способствовать в тренировке на турниках Итак, для тренировки прицепса нам понадобится три гладина вот эти гладины одна низкая, одна более высокая для первых упражнений мы используем высокую гладину вот так, когда буду подтягивать на перекладке, выполнять я их буду в первом комплекте движения низкие руки разъебать не буду для того, чтобы в работу не вовлекались широчайшие мышцы спины я постараюсь в этом упражнении изолировать спины ну, конечно же, на все 100% изолировать его не выйдет все-таки подтягивание это базовое упражнение, как бы я ни делал, спина будет вовлечена в руку но она будет вовлечена в меньшей степени но в большей степени у нас будут вовлечены в лицепс Итак, поехали! подтягиваться я буду верхним хватом шерма хватом по вашему усмотрению и не забывайте перед началом тренировки провести разбир и так беремся ну, я берусь примерно хватом на ширине плеч до подбородка и потом примерно вот таким углом мы в нижней точке будем удерживать руки хват сверху помогает отценировать нагрузку на предплечье у меня предплечье довольно отстающая группа мышц, скажем так ну, от природы у меня предплечье тонкие и мне стоит стоит вообще в тренировке бицепса выполнять, например, подъемы штанги на бицепс обратным хватом также и в этом виде подтягивания подтягивания выполняем урезанной амплитуде в верхней амплитуде вот и ее верхний план мы выполняем в этом упражнении 4 или 5 подходов количество повторений там от 10 до 15 да, и обращайте внимание на технику не старайтесь выполнять это упражнение на количество выполняйте подконтрольные движения стараясь прочувствовать свой бицепс а именно в негативной фазе старайтесь в последнее замедлять темп чтобы максимально прожечь свой бицепс итак, мы отдыхаем минутку или две и приступаем к следующему упражнению следующим упражнением у нас будет это будет также подтягивание на высокой перекладине использовать мы будем обратный хват ширина хвата зависит от вас как он удобно узким, средним то есть от ширины хвата зависит на каждую часть бицепса будет воздействовать данная мусс от подхода к подходу рекомендую просто менять ширину хвата чтобы максимально прорабатывать под различными умывами итак, используем данную планировку работаем так же на верхней амплитуде начинаем с русского званца делаем так же, что вы видите и каждый план подняется и каждый план подняется итак, в этом движении мы также выполнили 4 или 5 подходов количество повторений от 10 до 15 также не забываем следить за своей техникой в негативной фазе то есть, когда тело уходит вниз мы силой удерживаем свой корпус и стараемся медленно разгибать руки чтобы максимально проработать свой бицепс итак, переходим к следующим упражнениям для анагировки бицепсов на турнике итак, для следующего упражнения нам надо добиться низкая кладина, которую вы видите на заднем фоне это будет уже изоляция первые упражнения первые 2 упражнения были базовыми а следующие 2 будут изолированы и будет работать мы будем только в лодезон составить печой и так, предлагаю вам разъебание, вернее сгибание на бицепс и так, чтобы приступать Возгрузка максимально ложилась на пив, чтобы вам было максимально комфортно выполнять это упражнение. Работайте только с уставом, помогайте себе корпусом, какими-то лишними крыльцами, мы в локоладе ворку ставим в бой, чтобы у нас станички не подвижны. Поехали! Корпус ставим в одну линию, у нас прямой, задницу мы не роняем, прямой корпус. Единственный момент, для выполнения этого упражнения вам понадобится вот такая вот прикладина, низкая. Если бы она была еще ниже, то это тоже будет ниже. Выставим угол корпуса как-то декорный. То есть, от наклона корпуса зависит сила нагрузки на бицепс. Чем угол ниже, тем нагрузка на бицепс больше. В этом уже не так же рекомендуется идти за техникой, делать подконтрольные движения. Не допускайте рывков, никакого-либо другого джитинга. Движение должно быть чистым, плавным. И в верхней точке рекомендую на мгновение замирать, чтобы прочувствовать так называемый пик. Пик сокращения. Итак, продолжаем работать над бицепсом. Мы выполнили в этом упражнении также 4-5 подходов. Количество повторений от 10 до 15. Отдых между подходами до минуты. Это важно. Не отдыхайте слишком много, так как это все-таки не штанга и не хантели. Нагрузка на целевую мышцу здесь ложится не на все 100%. Наверное, процентов 50-60 нагрузки попадает лишь в бицепс, а остальная размазывается по другим мышечным группам. Мы с этим поделать ничего не можем. Все-таки это турник. В отличие от свободного веса на турнике, мы на все 100% нам не сможем направить свою мышечную группу. Продолжаем работать над бицепсом. Теперь мы будем делать срабление над бицепсом. Вот таким хватом обратным, да? Или как это можно назвать? Короче говоря, входит. Ладонями кверху. Ширина хвата будет меняться от подхода к подходу. Узкий, средний, широкий. Это поможет вам максимально проработать ваш бицепс. Так же использую короткую платью. Принт и конкурс. Никогое сокращение верхней бочки. Главное, главные движения. Никаких прыжков. Стараемся прочувствовать. Принт и конкурс. Высокая на конкурс. Принт и 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 конкурс. Итак, закончили работу над бицепсом, в последнем упражнении мы выполнили также 4-5 подходов, количество повторений от 10 до 15, паузы также минимальные до минуты. Всего по времени на эту тренировку над бицепсом ушло у нас не меньше 30 минут, это очень довольно-таки объемная работа. Итак, мы закончили работать над бицепсом и переходим к трехглавой мышце плеча, а именно работать будем мы сейчас над бицепсом. Поехали, друзья! Итак, прилагаю вашему вниманию первое упражнение для дефицепсом, это поджимание узким хватом под резиновой шины, это такое разминочное упражнение, чтобы разогреть свои локти. Локти довольно-таки травмоопасная часть нашего тела, по крайней мере у меня с локтями были раньше проблемы, особенно в работе, когда я делал, выполнял французский жим, стоя, лежа или сидя, у меня сильно болели локти. Я стал терять это на большое внимание, стал основательно хорошо разминать свои локти и эта проблема, в общем, с локтями у меня пропала. Обращайте на это внимание, начинайте работать над тридцепсом с более легких и с менее травмоопасных упражнений и постепенно переходите к более сложным, более-таки тяжелым для суставов. Итак, я вам покажу отжимания для тридцепса, упираемся в шину, при выполнении этого упражнения локти у нас будут уходить вниз, чтобы максимально нагрузить наш тридцепс. В данном движении также рекомендуем выполнять 4-5 подходов, количество повторений, хоть и сетей, до 20. Упражнение, по сути, несложное и такое разогревающее. Пауза между подходами минимальная. 40 секунд или максимум минута. Итак, друзья, мы разобрели свои руки и теперь можно переходить к базовому упражнению, например, отжимания на тридцепсом. Отжимания на тридцепсом может быть от 30 секунд. Выполагать мы будем не в полную, а в плиту, а работать будем лишь в верхней, вверху, чтобы не просыпать, а в нижней, примерно до половины, просыпать свои локти, чтобы не вовлекать в работу. Итак, в данном движении старайтесь корпус держать вертикальным. Не наклоняйтесь вперед. Если будете наклоняться вперед, нагрузку будет забирать грудная мышца. А оно вам в данной тренировке, я думаю, не нужно. Грудь мы тренируем в другой день. Итак, поехали дальше. Итак, дальше мы будем выполнять разгибание рук в упоре в шину. Ноги ставим, как нам удобно. Корпус наш параллелен в шине. Слишком низко мы не опускаемся, чтобы сильно не травмировать плечевой сустав. Итак, дорогие друзья, мы переходим к заключительному. Наверное, к самому полезному, самому действенному упражнению для трицепса. Это будет разъебать, опять же, для трицепса. Оно будет имитировать французский жим из-за головы. Я вообще считаю, что французский жим, любой, там сидя, лежа, стоя, самое эффективное упражнение для трицепса. Это даже не отжимание на брусе. Все-таки брусе это базовое упражнение. И махруска на брусе размазывается вовсе между нашего корпуса. Дейвка разъемляет в руку. И потом уже трицепс. Итак, это будет разъебание, это будет четвертое упражнение для трицепса. Разъебание, который, вот в этой прикладе. Оно очень черное, потому что оно для меня не самое травмоопасное. Здесь идет большая нагрузка на локтевой сустав. Выполняет оно в полную амплитуду. Так, в этом движении мы также используем 4-5 подходов. Количество повторений уже сколько выйдет. Вообще, рекомендую тренироваться до отказа. Это самый оптимальный вариант. Чтобы не выносить себе голову всякими мыслями, а сколько нужно повторений, чтобы росла мышца. Не берите это в голову, это совершенно не важно. Главное, отказ и объем тренировки. В данном случае, если вы будете тренироваться в таком стиле, а именно на турникарах, на различных прикладинах, здесь важен объем тренировки. То есть, тренировка для рук должна быть очень длинной. Как минимум час. Почему? Да потому, что в отличие от свободного веса, гантелей и штанги, подобный стиль тренировки не нагрузит вашу целевую мышцу. В данном случае, бицепс и трицепс, все сто процентов. Как бы вы ни старались. Если в нормальных условиях, с использованием гантелей и штанг, мы тренируем свои руки примерно в течение полчаса, наверное, этого хватает вполне, это максимум, наверное, полчаса, и руки у нас в дребезги разбиты, то, тренируясь в подобном стиле, объемный панус под различными уголами, мы делаем разъебание, сгибание, отжимание, нужно затратить как минимум час, за лучше полтора или два. Лишь тогда будет результат в росте мышечной массы. Это я вам гарантирую, это на сто процентов. Это уже вариант испытан годами. Не важно, где вы будете сбор и заменить, либо как я на улице. Результат, обязательно, главное, главное, что вы в тренировке будете отдаваться полностью с головой. Не жалейте себя и результат не заставит себя ждать. Мышцы начнут расти. Итак, дорогие друзья, я надеюсь, данное видео вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайки. Не забудьте подписаться на мой канал. И в дальнейшем я буду выпускать свои видеоролики, посвященные тренировкам. Всем удачи, всем пока.